Волноваться не надо. Эти слова словно девиз. Каждому пациенту он ищет индивидуальный подход. Некоторых нужно просто выслушать, говорит Суканта Саха. Врач-серапевт, родом из Бангладеш, вот уже 30 лет живет в России. Из них 18. Работает в Ульяновской поликлинике номер один. Я не знал, кто такой Ульяновск. Просто хотел родину Лилина смотреть. Я поступил в Москву, а там куратор сказал, пойдут экскурсии родины Лилина. Вот такие. А мне понравилось город так. Народ был добрый. Они такой, сейчас чуть-чуть злой. Так в Ульяновске остался, чтобы лечить людей. Обзавелся с семьей, друзьями. Сегодня Суканта в день принимает минимум 20 пациентов. Дополнительно консультирует в наркологическом диспансере. Если того требует ситуация, к традиционному лечению подключают аэрведу, систему индийской народной медицины. Самый главный подход – это то, что не бредит пациент. Даже если тебе доброе слово пациенту помогает, значит это значит помогать. Значит ты какой-то силитель делаешь. Что такое лечебный силитель? Если тебе помогает, после этого разговора. А вот бумажную волокиту из практики врачей исключил бы. Это очень отвлекает от основного дела – лечить людей, считает Суканта. Мне нравится, занимается именно лечебные дела. А что я не люблю, это бумажные много проблем, которые иногда в нашем медицине это не нужно. Наш президент всегда об этом говорит, но никак она постоянно усиливается бумажная работа, бумажная работа, понимаете. Это очень отвлекает и смотрит пациентам. Каждое утро врач начинает с зарядки и весь день старается ходить пешком. Накануне съемки, например, нашагал 20 тысяч шагов. Перед сном медитируют, чтобы снять стресс. Но лучше всех медитаций – время, проведенное на собственной даче. Я занимаюсь и потом чуть-чуть отдыхаю. Я переутомленный не люблю, вот так лежу. Все, что на участке у Суканта – дело его рук. Здесь и фигуры медведя, сделанные из дерева, а также образ снегурочки, вырезанные и нарисованные нашим героем. Творческая натура Суканта проявляется во всем. Огород поливает тоже сам. Свои грядки с овощами, фруктами, а также кусты винограда и жасмина он не доверяет никому. Это огурчик, это шеснок, это малина. А что еще есть? Это у меня виноград. Это калина, такой полезный для сосудов. Это фасон трусковой. Суканта угостил нас чаем из свежих трав, только что собранных с участка. За беседу терапевт рассказал, что на родине давно не был. Там, в Бангладеш, у него осталось много родственников. У Суканта большая семья. И слова отца всегда были законом. А после наш герой признался. В прошлом году ему самому понадобилась серьезная медицинская помощь. Врач сам у себя совершенно случайно обнаружил рак. Ну, я сам себе обнаружил рак, шитовидки железа. О, то есть сам? В этой стадии, да. Вот случайно, значит, Господь мне помогло. Ну, как я общаюсь, тут я пошел в кабинет, с друзьями в кабинет уже. Просто чай пить. А там датчик лежит. Просто игровой формы. Там доктор говорит, что-то не так, давай перепомнишь. Если люди что-то не перепомнили, так я попробую. И я два недели решил оперировать. А после еще одна напасть – коронавирус. Поражение легких и снова больничные коридоры. Но и с этим недугом Суканта быстро справился. Он никогда не теряет позитивного настроя и верит только в лучшее. Шанти-шанти, как говорится. Ринат Алюлова.